Зачем они берут ребёнка-сироту? Это звучало как абсолютный разрыв шаблон. Вызов общества. Сирота – это вообще было такое клеймо, да? Абсолютное клеймо. Штамп. Они плохо пахли каким-то специфическим запахом. Они были очень плохо одеты. Это инвалиды, это подростки, которых, естественно, с ними отдельная тема, отдельный разговор, с ними сложно справиться. Но ещё это дети-сиблинги, жуткие. Братья и сёстры. Ну, братья и сёстры. И она мне перезвонит и говорит, слушай, это наш клиент. Обалдеть. Год подготовки, и он поступит. Вы представляете, с какими мы сложностями сталкиваемся, когда наш собственный ребёнок – подросток. Хочется прибить. Да? Усыновляли только те родители, которые по медицинским показаниям не могут иметь ребёнка. Не могут иметь ребёнка. Это в смысле в законодательстве? Нет, 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 не в законодательстве. Просто по факту. По логике. Ментальность такая. А если у тебя свои дети есть, нафига тебе чужие? Значит, он плиточник. Был меня познакомлен. А что это значит? Кафель кладёт. Подождите, а где актёр и где плиточ? Сейчас расскажу. Делатели на радио «Вера». Здравствуйте, друзья. Это радио «Вера», проект «Делатели». Я Тутта Ларсен. А я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Программа «Делатели» – это разговор с теми людьми, которые посвятили себя служению милосердия. И у нас сегодня в гостях Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, основатель проекта «Усыновите.ру». Армен, добрый день. Привет, привет. Добрый день. Армен, мы давно знакомы, и, конечно, у многих людей ваше имя ассоциируется прежде всего с помощью детям-сиротам. Вы стояли у истоков, можно сказать, придумали проект «Усыновите.ру», благодаря которому, наверное, десятки или сотни тысяч уже семей обрели приемных детей. Ну, я так скажу, что когда мы начинали, у нас на сайте была цифра Федерального банка данных, и там было 160 тысяч детей-сирот. А сейчас 30, на сегодняшний день 38, по-моему, тысяч. Ну да, и каждый год ведь новая... Фантастика. Это, конечно, не благодаря тому, что именно люди приходят через сайт «Усыновите.ру». Сайт просто один из очень удобных, я надеюсь, инструментов и очень оказавшихся эффективных инструментов, который помогает тем людям, которые решились взять ребенка в семью. И для них это большая подмога с точки зрения того, что можно познакомиться со всем банком данных, с анкетами любого ребенка, который подлежит усыновлению, и получить очень много полезной информации. Но что интересно, вы не только технически развили эту тему, но и очень сильно изменили отношение к усыновлению в стране. Это была задача. Именно это была задача. Так сложилось, что в некоммерческой организации я стал работать, сейчас уже как-то даже неловко это сказать, 30 с лишним лет назад, когда в России совсем было все плохо. Это начало 90-х. Совсем все было плохо с точки зрения, конечно, работы организаций. С точки зрения благотворительности вообще. И зарождалась благотворительность, как могла, и как могла существовала. И в основном это были, опять же, сейчас странно это вспоминать, и, в общем, даже не очень принято, но это были иностранные организации, которые поставляли гуманитарную помощь. И, собственно, приносили те стандарты работы, которые... И, конечно, все мы, кто учились и создавали впоследствии некоммерческие организации российские, то мы использовали те стандарты, тот опыт и ту практику, которую мы видели и знали. Почему вы захотели заниматься сиротством? Ой, ну, как обычно, это, как говорится, это цепь случайностей. И, конечно, я не хотел, я всю жизнь хотел, все детство я мечтал стать большим начальником. И представьте себе, что я буду заниматься... А всю жизнь занимаюсь сиротами. Поэтому, конечно, мне... Я не думал, что я буду заниматься как-то сиротами, и каким-то образом вообще моя жизнь сложится, и я гораздо больше тяготел и тяготею ко всяким творческим проектам, к области культуры. И меня время от времени вот как бы сносят туда. Но все время я возвращаюсь к детям-сиротам. И я нашел, наконец, нишу. Я занимаюсь творчески одаренными детьми-сиротами и помогаю им в том числе. Это тоже одна из форм нашей деятельности. Но так случилось. Действительно, я попал, в общем-то, как обычно бывает совершенно случайно, попал как раз, просто устроился на работу через знакомых в компанию. К замечательному человеку, русской эмигрантке, которая в 90-е годы... Она жила в Америке, и в 90-е годы она решила помогать, просто поприсылать сюда гуманитарную помощь в детские дома. И нужны были какие-то люди, которые бы координировали всю эту историю. И так я попал, первый раз я попал в детский дом. Это было в Орловской области. Это было шокирующее впечатление. Беднота? Ну, мало того, что беднота, это даже меня... Я еще не понимал, какие должны быть стандарты. Но это было шокирующее впечатление, потому что ты видишь большое количество детей, которые еще на тебя кидаются и называют папой. А я мальчишка, мне было там 19 лет. И второе, то, что я понимаю из рассказов, это детский дом был для детей, в том числе и детей инвалидов. И когда они рассказывали, мы привезли инвалидные коляски. И это было таким сокровищем, потому что они рассказывают, что у нас дети зимой вообще не выходят на улицу, потому что у нас одна инвалидная коляска, и она по очереди, и то она сейчас сломалась. И ребенка, вот они рассказывают, что дети у нас вот так на улицу не выходят. А так они там ездили на каких-то там странных приспособлениях. Тележки. Тележки, из стула там что-то сделано. И когда мы это привезли, это было, конечно, ну вот такое сокровище. Там привезли 10 инвалидных колясок, бэушных причем. Ну, американских. Ну, американских, да. И я помню, это как экспедиция просто была. И, ну, действительно, для меня это было таким вот потрясением. И я понял, что этим, ну, вот просто можно и нужно заниматься. И плюс к тому, вот появился этот ресурс, что вот эти американцы, они были готовы присылать. Но нужно было, чтобы кто-то ездил, и нужно было, чтобы кто-то это раздавал, собирал информацию, что нужно, куда нужно и так далее. И мне это, в общем, мне понравилось, я скажу так, что тогда мне это еще больше понравилось, потому что это американцы, и тогда для нас это было вообще, знаете, марсиане. И вот тогда это все имело такой флер. То есть боги с Олимпа спустились и дали огонь. Конечно, конечно, конечно. Но это был такой ресурс помощи невероятный, и все было настолько неорганизовано еще, а я был таким вот, я как-то ориентировался в этом, я как-то это вот понимал, как это можно сделать, и мне это очень нравилось просто. Потом ведь был какой-то путь от разовой такой помощи и приезда в детский дом с американцами, путь к осознанию того, что нужно подлинно детям, да, и как это можно менять на уровне государства. Ну, там было совершенно понятно, что детям нужна семья. Чего бы мы ни делали, какие бы мы детские дома не украшали, и как бы мы ни делали, и что бы мы ни делали, детям нужны папа с мамой. Все. Это просто... И я это понял как абсолютный закон, потому что я видел, что происходит с детьми... После? ...после того, как они попадают в семья. И это была, опять же, история 90-е годы, когда в России... Мы сейчас об этом говорим и, в общем, оправданно говорим, с неким даже стыдом, что вот тогда детей отдавали иностранцам, усыновляли иностранцам. Я политически сейчас это понимаю, это странная сейчас, кажется, вещь. Но тогда у ребенка не было ни одного шанса попасть в семью, если только не в иностранную. Тогда не было истории того, которая есть сейчас, развивается последние 10-15 лет активно, приемные семьи, усыновление и так далее. Этого института практически не было в России. А почему? Ну, его просто не было. Не было института приемной семьи. И самое главное, не было традиции и не было культуры заложенной этого. В 90-е годы, когда я стал этим заниматься, это было и до этого, значит, усыновляли только те родители, которые по медицинским показаниям не могут иметь ребенка. Не могут иметь ребенка. Это в смысле в законодательстве? Нет, 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 не в законодательстве. Просто по факту. По логике. Ментальность такая. Если у тебя свои дети есть, нафига тебе чужие? И вот тут очень правильно говорится, потому что тогда был вообще вопрос, который абсолютно убивал, зачем люди усыновляют, если у них свой ребенок. Если они могут родить ребенка, зачем они берут ребенка-сироту? Это звучало как абсолютный разрыв шаблон. Вызов общества. Сирота, это вообще было такое клеймо, да? Абсолютное клеймо. Штамп. Я должен рассказать там свою еще историю детскую. Я о ней в каких-то интервью рассказывал, но это то, что я первый раз познакомился с тем, что такое сирота, и что у меня, в общем, что я запомнил на всю жизнь. Была история моего пионерского лагерного детства. Я ненавидел пионерские лагеря. Он тебя туда упорно отправляли. У меня туда упорно отправляли родители, естественно, потому что я был такой, в общем, мальчик очень активный. Я понимаю, что родители... Куда-то энергию надо было девать. Отдохнуть хотя бы месяц от меня. Ну, я и в лагерях был активным мальчиком, и все это такое. И был родительский день, я помню это хорошо. Да, и в нашем, прямо в нашем отряде были детдомовцы. Они так назывались детдомовцы. Абсолютно клейменные дети. Они были отдельно... Изгои, да? Абсолютно изгои. Они, я это очень хорошо помню, они плохо пахли каким-то специфическим запахом. Они были очень плохо одеты. А мы все-таки, хоть это было время-то такое, в общем, ну, такое себе, 80-е годы, что там у нас, что мы там могли одеть. Но там все равно у всех были какие-то кроссовки, рубашечки, там еще что-то. Они были просто вот очень плохо одеты в кедах. Это вообще считалось вот... Сейчас кеды очень модны, а тогда это считалось вот совсем прям нищета. И у них, они были просто очень плохо ухожены, с заусенцами, с... Я никогда не видел до этого грязь под ногтями, чтобы у детей была. И это были прямо вот такие дети-изгои. И они с нами-то и особенно не пересекались, они тусовались сами по себе. И я у них как-то, я разговорился и спросил, а как вот в детском доме-то как? Она говорит, да так же, как в лагере. А для меня лагерь — это тюрьма. И я считал дни до конца смены, это там вот, ты считаешь, сколько там осталось, 15 дней, 12 дней, 10 дней. А они еще оставались, они ездили в лагерь на три смены и оставались еще в пересменку. И у меня было такое, что вот как раз в туалет я должен был ехать на две смены. И я вот спрашивал, как у вас там в детском доме. А они говорят, что вот так же, как и здесь, только пересменок вообще не бывает. И для меня это было... И смена не заканчивается. И смена не заканчивается никогда. Причем, что это было хорошее, я вспоминаю, прекрасно, пиарский лагерь был. Вот, ну и история, которую я запомнил. Может быть, я разговор этот и не запомнил. Но я запомнил на всю жизнь такую историю, что приехали родители, дед приехал в родительский день и привез там все, ну, все это, то, что детям полагается. Там какие-то пироги, пирожные, конфеты мои любимые, вот всякие явства и так далее. И мы сидели на такой веранде, все там дети с родителями. Ну, с дедом мы болтаем, и я ем, уже пожираю эти какие-то плюшки, ватрушки, которые у меня не вылезают. А эти ребята, они рядом с верандой, они где-то там мячик толкают. И дед меня спрашивает, а что они-то, почему одни, и почему к ним никто не приехал? Я говорю, дед, да это детдомовцы. И я, как так сказал, пренебрежительно очень. И я помню, что дед совершенно поменялся в лице. Взял эти конфеты, отрезал какой-то самый большой кусок. И говорит, иди, пойди, сейчас же им отдай. Я говорю, дед, да ты что, это детдомовцы? Дед говорит, я тебе сказал, я не помню дословно, но абсолютно ультимативно. Я абсолютно не понял. Не объясняя, почему. Не объясняя, почему. Я не понял, что с ним случилось. Почему мне сделали, эта бабушка там пекла. Почему я этим должен чего-то отдать? Я тогда ничего не понял. Но запомнил это, конечно. И вот вы достаточно часто обращаетесь к этому опыту в своем личном каком-то восприятии темы сиротства. Но, насколько я понимаю, она была детской темой, да, и много было событий еще дальше сопровождавших вашу жизнь. А вам этот опыт как-то потом, на каком этапе он пригодился? Вы как-то в нем жили постоянно или вы как-то его осознали потом неожиданно для себя? Ну, сложно мне даже сказать, я вот осознал, когда я стал видеть плоды своей деятельности, своей работы. Вот мне это, знаете, мне ужасно нравится название вашей передачи «Делатели». Вот я «Делатели», я думал, почему, потому что я очень ленивый, я очень не любил учиться. Я ужасно не любил учиться, но я люблю делать. А когда ты делаешь и видишь результаты своей работы, и ты понимаешь, что они, ну, очевидно, правильны, и ты чувствуешь, ну, Божье благословение, ты чувствуешь, что это вот так. И когда я видел детей, которые устроены в семью, и как они изменились, как они невероятным образом изменились. А как они изменились? Ну, это просто, это дети, которые, во-первых, по состоянию здоровья они меняются сразу. И это видно, потому что это дети, которые были больны, которые считались больными. Это гипердиагностика же у нас еще, у нас каждый ребенок там, во всяком случае, раньше точно ставились страшные диагнозы гидроцефальной синдромы перинатальной энцефалопатии. Странные диагнозы, которых нет теперь уже ни в одном МКБ, их не существует. Но на всякий случай их всем ставили. Чтобы испугать потенциальных приемных родителей, видимо. Ну, нет, чтобы оправдывать систему, которая должна что-то делать, что-то лечить и так далее, и так далее. И что-то там все равно должно происходить. А потом оказывалось, что это нормальные, здоровые дети. Но другое дело, что были дети действительно и с такими врожденными дефектами, проблемами. И когда их брали родители и заботились о них как о родном ребенке, когда ты это понимаешь, ребенок это получает, и ребенок, конечно, меняется. И мы сейчас это, я почему-то об этом говорю в прошедшее время, но это и сейчас так происходит. Это каждый день я вижу просто по нашим проектам, которые мы проводим. Да даже самый простой. Вот у нас есть такой проект по подготовке детей к поступлению в колледж. Это, если говорить очень просто, это дети, это репетиторы онлайн, которые занимаются с детьми. Потому что, опять же, понятно, для своего родного ребенка, если мы хотим, чтобы с ним чего-то получилось хорошее, мы ему, и он, ну, как, в общем, большинство детей, там, не учится на пятерке, да, то мы берем ему репетитора, и мы с ним занимаемся для того, чтобы его вытянуть, и для того, чтобы он поступил в хороший колледж, а не вообще куда-то. И мы берем, сейчас мы проводим, у нас две группы есть для детей из организации, здесь род, как это называется, проще говоря, по старинке, детский дом. И мы берем детей уже из приемных семей. Им тоже нужны, тоже нужна помощь и так далее. И, боже мой, мы видим просто, ну, это просто, это просто два мира. Это два мира. И того, как ребенок уже слушает этих наших преподавателей, как он относится к этому, потому что с ним работает семья, у него есть мама и папа, которому объясняют, которому внушают, что это тебе нужно. Ну, и просто вот, ну, ребенок, который домашний. И его же сверстники, точно такие же дети, но которые находятся, будем надеяться, пока еще находятся в детском доме. Это другое и другое отношение, другой уровень, простите, развития и самоощущения. Это все, это во всем, это во всем проявляется. Скажи, пожалуйста, а почему за столько лет в системе этой не происходит каких-то значительных перемен? Ведь есть же достаточно уже, ну, очевидный опыт и на Западе, и опыт ваш, установите РУ, да, что ребенок в семье и ребенок без семьи, это абсолютно разные дети. Это же будущие члены общества, это наше потенциальное демографическое достояние. Почему существуют по-прежнему детдома? Почему они не перестраиваются в систему семейных детдомов, где мамы, как в детских деревнях СОС, например, получают зарплату? И точно так же, ну, как бы, вроде бы, обслуживают этих детей, они точно так же находятся на попечении государства, например. Но они все равно фактически живут в семье, в другом статусе, в другом сообществе, в другом, как ты сказал, мире. Знаешь, я скажу так, что система, это и так, и не так. Система, конечно, поменялась за последние 15 лет. Но это все равно не похоже на семью. Да, это далеко не похоже на семью. Я просто могу счастьем констатировать, что просто, ну, технически детей стало меньше. То, что я сказал, что мы начинали 160 тысяч в банке данных, сейчас там 38 тысяч, да. Их просто стало меньше, и они же никуда не испарились, эти дети. Эти дети переданы на семейное воспитание, ну, в большинстве своем, в подавляющем большинстве. И детские дома стали малокомплектными. Они должны быть по постановлению правительства, которое в 14-м году было принято. Такое 481-е постановление правительства. Я должен вспомнить добрым словом вице-премьера Голодецк, бывшего, которая очень этому способствовала. И, собственно говоря, это была идея ее, и она это пробивала, и она этого достигла. Что детские дома стали малокомплектными, что они стали семейного типа, что там есть за ребенком закреплен один воспитатель, это значимый взрослый, чтобы у них там не 324 разных воспитателей меняться, чтобы это был один, а чтобы они стали семейного типа. Это что значит? У нас же из этих 38 тысяч, которые в банке данных, огромное количество детей. Почему их очень сложно разобрать? Потому что очень большой процент. Это инвалиды, это подростки, которых, естественно, с ними отдельная тема, отдельный разговор с ними, сложно справиться. Но еще это дети-сиблинги, жуткие. Братья и сестры. Ну, братья и сестры, понимаете, ты видишь прекрасную девочку, глубоглазую, с бантиками, 7 лет, и ты мечтаешь, и вот ее, ее, а тебе говорят, да, но у нее еще есть два брата, 12-14 лет, ну и сестра еще 16-летняя. И ты, конечно... А по законодательству надо брать всех. Разделять нельзя, да. Если ты берешь, то берешь всех. Сейчас эта норма, с одной стороны, это правильная норма, с другой стороны, к ней нужно подходить более деликатно, рассматривать в каждом случае, потому что не больше ли мы, мы вред приносим детям, что мы их обрекаем на то, что они находятся в детском доме, потому что у них есть братья и сестры. Но так или иначе, был сделан вот этот существенный шаг вперед, потому что раньше что было? Один ребенок в одном детском доме, брат в другом детском доме, третий брат в третьем детском доме. И эти дети вообще разъединены между собой. Сейчас они должны быть в... Вот если они семья, они должны быть в одном детском доме, еще и в одной семейной группе, которая может быть разновозрастная. И это есть, это существует, но это существует не везде так хорошо, как написано на бумаге. И мы тоже это знаем, и тоже это понятно. И поэтому, знаете, и даже я бываю в таких как бы идеальных детских домах, где вдохновенные директора, которые посвятили свою жизнь этому. И я все равно, я не отпускаю мысль, что все равно этим детям... Вот это все, это замечательно, но лучше мама с папой в простой двушке. Потому что мама с папой это про любовь, про вечернюю сказку, про сопельки, про то, что нужно, если нужно, то это нужно пойти туда, куда нужно. Это же еще и про пример личный. Конечно. Это про, как сказать, про форматы жизни во всех ее проявлениях. И тут мы переходим ко второй части нашего, даже того же проекта установите.ру, потому что вот мы поняли, что гигантское количество детей-то, оно переплыло из детского дома в приемной семье. А дальше история. И мы добились этого, и это была моя мечта, когда я вот в какой-то момент я понял международный опыт, американский, итальянский, немецкий опыт. Я увидел, что вот, елки-палки, во всем мире усыновляют, во всем мире это нормально, это приветствуется, это во всем мире вообще считается абсолютно публичным актом. Не существует тайны усыновления, только у нас законом закреплена тайна усыновления. А в мире вообще этого нет. И люди ужасно удивляются, когда им рассказываешь про тайное усыновление. Говорят, как, мы же это рассказываем. И есть наука о том, как это ребенку рассказать, что ты усыновлен. Есть у католиков, есть молитва. Ты рожден не под сердцем моем, но в сердце моем. А у нас этого опыта вообще совсем не было, никак до последнего времени. И моя была мечта, и моя была задача добиться того, чтобы были именно системные изменения здесь, в области общественного сознания. Когда мы бы приветствовали то, что люди вот, кто-то взял в семью ребенка, и это хорошо, и человек не скрывает, и ребенок знает. Не врет ребенку. Не врет ребенку, да. И это же, потому что все равно, как мы знаем, любая ложь, она в какой-то момент вылезает. В этих историях это вылезает всегда в самый неподходящий момент. И очень болезненно. Очень болезненно, несет драматические последствия. Об этом там много художественной литературы построено и так далее. Хотя это вот это все рудиментарно, это все тоже должно уходить, потому что сейчас, по счастью, уже это не так. И, конечно, за последние, я этому очень рад, за последние 10 лет это претерпело существенные издвиги. Но эти приемные семьи тоже нужно готовить, образовывать, потому что это же не добрые инопланетяне. И сопровождать, да. Потому что очень много мы видим людей, они замечательные, они прекрасные люди, идут с очень добрыми намерениями, но они не всегда могут просто рассчитать свой ресурс. А тоже был такой момент, когда кинули клич, а вот давайте все, разбираем детей из детских домов. И все план выполняли, органы опеки, а давайте, вы за одним пришли, да давайте возьмем уж двоих, да чего уж там. И люди добрые думали, ну ладно уж, давайте и двоих. А у людей ресурс не было двоих. А потом отказы. А потом были отказы. Делатели на радио «Вера». Это снова «Делатели» Василий Рулинский. И тут, Аларсин, с нами в гостях Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, основатель проекта «Усыновите.ру». Армен, мы сейчас услышали про очень важные изменения, которые произошли за последние 15 лет. Действительно, система меняется во многом, конечно, благодаря той работе, которая была проделана до 2014 года, этого постановления правительства. И у меня ощущение складывается, может быть, оно неправильное, и вы сейчас опровергнете, что в основном все, что было до вот этого закона 2012 года, все это было в этой теме скорее вопреки. Вся деятельность благотворительных организаций, и ваша в том числе, она какая-то была с преодолением невероятного сопротивления системы. Да, очень часто. Ну, на самом деле, немножко первые посылы были несколько раньше, в 2006 году. Мы с 2006 года можем отсчитывать историю поддержки государством семейного устройства. Эта тема вошла в послание президента в 2006 году, потому что один из очень видных государственных деятелей того времени... Павел Астахов, да? Нет, нет, нет. Нет, Павел Астахов тогда еще не был видным государственным деятелем. Это, видимо, позже. Да, был позже. Но один из видных государственных деятелей усыновил ребенка. И, видимо, он донес, как вся история складывается, он донес эту идею вообще до президента, и президент ее озвучил. Такой, во всяком случае, есть апокриф. Но это действительно так, этот человек, который был министром, это действительно так, он усыновил, и это факт. И вот на следующий год эта тема вошла как раз в таком серьезном документе, нашла отражение, и это, собственно говоря, столкнуло. И вот с 2006 года эта история, она так стала развиваться. Знаете, я то, что скажу, сопротивление системы, оно, безусловно, есть, и оно до сих пор есть. И, знаете, оно, это не сопротивление какой-то злой системы. Я никогда не встречал злых людей в детских домах, которые вот прям ненавидели бы детей, и они чего-то бы там делали не так. Это просто действительно вот сама система, которая уже выстроена, ее, как и любую систему, просто очень сложно менять. Это не то, чтобы система сопротивлялась тому, чтобы она была прямо против того, чтобы дети оказались бы в семье, вместо того, чтобы оказываться в детском доме. Она просто система. Простой пример. Например, я вот уже говорил, мы делали такой проект, которым я очень горжусь. Это творческий, называется, арт-зачет, это творчески одаренные дети-сироты. Я им горжусь, потому что в этом году дети, которые к нам поступили в самом начале, они не только там закончили наш проект, но они закончили уже и колледжи, и вузы по тем специальностям, по которым они поступили, это творческие специальности. И я столкнулся с одним потрясающим фактом. Это было уже много, там, шесть лет назад, что я нашел в одном из детских домов группу невероятно одаренных детей, среди которых актеры, художники. Они локализовались в одном доме. Они просто вот в одном доме я их нашел почему-то. Я стал пытаться, почему, мне рассказали, что там кружки, это действительно там просто, ну, как-то директор этого детского дома на это обращал внимание, там дети посещали кружки, что-то ходили и так далее. Но проблема оказалась еще в том, что этот дом, детский дом коррекционный. То есть эти дети были непослушными, мягко говоря? С некими умственными отклонениями. А, даже так. Да, по бумагам. А я с ними общаюсь, и, боже мой, нормальные дети. Обычные дети, совершенно нормальные. Ну, и причем видно, там есть дети с отклонениями, но те, с кем я общаюсь, они абсолютно нормальные дети. И я их работы приношу там в один из колледжей, например, театрально-технический колледж в Москве есть потрясающий. Я приношу их работы, и мне говорят, это дети в детском доме так умеют делать, у нас это студенты третьего курса так делают. Ой, приводи, приводи, дальше еще в какой-то колледж. Мне все говорят, да, слушай, потрясающие дети, талантливые, давайте, пусть поступают. И я к своему стыду не очень понял одну простую вещь. Дети, которые живут в коррекционном доме, они заканчивают коррекционную школу и получают коррекционный аттестат. А с коррекционным аттестатом это справка. Нормальная работа. Ты куда не можешь поступить. Это вообще не воспринимается. Все, это ни о чем. Ты не можешь поступить никуда, ни в какое образовательное учреждение страны, потому что это, в общем, справка. А они причем все отличники, но по коррекционной программе. Обалдеть. При том, что я понимаю, что дети нормальные. Мы смотрим, значит, девушка, ей она выпускница девятого класса, ей 16 лет. Она получила вот этот коррекционный штамп свой. Она проходила комиссию психолога, медико-педагогическую комиссию. Когда ей было 7 лет, когда у нее на глазах умерла мать. И у нее был такой шок и такая травма, что она не могла говорить. И ее определили, что она подлежит коррекционному, вот входит в эту коррекционную категорию. И с тех пор эту девочку никто не переобследовал, никто ей как бы не интересовался. Ну вот подумайте, если бы эта девочка была бы в семье, ее родители бы, как вы думаете, сколько раз они бы уже сходили, даже если с девочкой что-то такое произошло. У всех все может произойти в жизни, у 7-летнего ребенка тоже. Ну вот случился такой шок, девочка там перестала говорить. Вы представляете, что бы родители бы сделали? Ну они бы ее... Конечно, к 16 годам она бы уже точно не имела этого штампа, это первое. Второе. Что бы родители делали, когда девочка заканчивает 9 класс? Они бы ее готовили бы к поступлению и хотя бы в тот колледж, в то направление, которое ей было бы интересно. А система этого не делает. Система отправляет детей до последнего времени, я сейчас аккуратно скажу, потому что я боюсь кого-то обидеть. Потому что действительно есть в детских домах, я еще не встретил ни одного злого, нелюбящего детей человека, но я говорю не о людях, которые там работают, а просто о том, как работает эта система. И, конечно, система работает так. Куда детей проще отправить из детского дома? В колледж, который рядом, который ближе? Или с которым есть уже какие-то связи? Ну вот туда и отправляют. Абсолютно не учитывая то, какая склонность у ребенка. Ну мы же с вами своего ребенка, мы же к нему будем прислушиваться, к каждому, даже если у нас двое или трое детей, мы же будем соображать, что этот творческий, а этот вот технический, а этот вот математический гений, а этот вообще никуда не гений. Ну давайте хоть попробуем хоть как-то. Зато рисует хорошо. Зато рисует хорошо. И вот мы стали брать этих детей, которые вот рисуют хорошо. Вот у меня был парень, который замечательно, там забавная с ним была история, он делал потрясающие витражи, которого ему научили, он ходил в какой-то кружок, который его отправили в детском доме. Молодцы, что они его так вот куда-то направили, его научили делать потрясающие витражи. И вот девятый класс, он заканчивает, я говорю, ну вот куда, как ты думаешь? Он говорит, да, я что, да мне никуда, я витражи делать научился, я по тысяче долларов за них получаю, я вообще, мне вообще все равно куда, я говорю, как тысяча долларов. В общем, оказалось, что один раз на благотворительной выставке этот витраж действительно продали, хотя он действительно, видно по нему, рукастый парень, он умеет это делать. Но вопрос, куда его дальше ему нужно, вот я смотрел, вот если бы это был мой ребенок, да, ну вот его же надо куда-то пристроить. И оказалось, что рисовать он не умеет при этом. Вот рукастый, с глазомером, с чувством вкуса, а делать ничего, ничего не умеет. И здесь я невероятно собой горжусь. Я считаю, что меня осенило, меня очень редко осеняет гениальная идея, но это была гениальная идея. Я придумал, что он может быть реставратором. И это сложилось, это сработало, он поступил в замечательный колледж, кадр 26 московский. И он закончил по реставрационному делу, по специальности, значит, направления. И так закончил, что занял второе место по городу на WorldSkills соревнования. О, ничего себе. И так закончил, что Кольшеву не захотел отпускать. И его, значит, он закончил по дереву, мастер деревообработки. А его еще зачислили, чтобы он дальше только учился у них, на обработке камня, реставратор по обработке камня. И тогда он первое место занял еще. Вот это да. Вот это было, ну, такое вот попадание в точку. И опять же, правда, ну, не потому что гений я, а это простая история, что ты просто пытаешься прислушаться к ребенку, и ты пытаешься узнать, какие могут быть варианты. И мы ничего сверхъестественного не делаем. У нас еще один мальчик, который тоже, я очень горжусь, в этом году он закончил Щукинское училище, да, Щукинский институт. Сирота. Сирота из детского дома. Актер. Актер. Более того, значит, он плиточник. Был у меня познакомлен, что у нас... А что это значит? Кафель кладет. Подождите, а где актер и где плиточник? Сейчас расскажу. И мне говорят в детском доме, что, знаете, вот сейчас вот таких талантливых нет, но вот у нас такой парень, настолько талантливый, вот он такой Леха Плиточник, вот Леха Плиточник, это вообще, вот он талант, талант. А я уже знаю, что, конечно, в детском доме, ну, каждый, они все любят детей, каждый так приукрашивает, что вот он такой, вот он вообще гений-гений. Обычно приходишь, ну, парень, ну, да, ну, или девочка, ну, хороший, милый. Особенно для меня болит, когда хотят быть артистами, особенно девочки. А девочки при этом ничего не знают ни про театр, когда в театре-то не были, но они в кино видели, и вот мечтают быть актрисами. Это сложная история, сложно кому дается рисоваться. В общем, мне приходят, приводят такого Леху, долговязывого парня, у которого все время такой хронический насморк, все время шмыгает носом. Я говорю, да, такую дают пятернюю. Я говорю, Леха, очень приятно, я сейчас учусь на Плиточника, но вообще хотел бы быть вообще-то актером. Я говорю, а почему Плиточник? Ну, а меня отправили. Вот я отправили, значит, я Плиточник. Я говорю, ну, давай, прочитай что-нибудь. А, нет, даже по-другому. Я говорю, а ты в театре-то был? Он мне говорит, о, да, я эти театры вообще люблю очень. Театры, ну, говорит, как такой подросток, детдомовский такой. Театры люблю. Я говорю, ну-ка, давай, расскажи, какие. А я вообще оперу люблю. Леха Плиточник любит оперу. Я говорю, сейчас я тебе, Лёха, расколю. Сейчас на итальянское что-нибудь. Я говорю, в какой театр ты ходишь? А, говорит, там длинное название, там какие-то два имени, не помню. Но это вот из метро Чеховской выходишь, там направо и направо. Станиславский. И вы понимаете, что это цифка. Говорит, нет, нет, театр Станиславский. Номираючи-данчи. Да. Стасик, как в народе называют. Стасик, как говорят. Да. Он говорит, во-во, вот это, Станиславский, это, да. Я говорю, Лёха, ну а какая-то опера-то? Я эту вот смотрел недавно, эту, как её, Регалета. Слова такие знаю. Лёха, краткое содержание. Он мне подробно, значит, рассказывает краткое содержание. Я понимаю, что Лёха смотрел эту оперу. Я говорю, ещё какие Лёха рассказывает. Ну, я там на галёрке, там в Амхате всё время. Ну, в общем, я понимаю, что действительно парень... Есть о чём поговорить. Есть о чём поговорить. Я говорю, ну, давай что-нибудь прочитай. Лёха, в общем, неуёмно и неумело, но с большим воодушевлением, читает стихотворение Роберта Рождественского. И у меня возникает точное понимание, что с Лёхой там прям надо работать. И, по счастью, я многие годы дружен с одним из профессоров Щукинского училища. Я звоню и говорю, Ольга Петровна, по-моему, у нас есть клиент для нас. С самородом. Да. И она говорит, ну, ладно, ну, присылай, ну, твои сироты. А у меня уже был не единожды опыт, когда... Ну, она мне, честно говоря, что Армен, дорогой, я так ценю, что ты занимаешься этими сиротами. Ну, правда, ну, это не к нам. Ну, это лёгкая художественная самодетельность. А у нас всё-таки должны быть подготовлены. Ну, просто не сможет учиться. И она мне перезвонит и говорит, слушай, это наш клиент. Обалдеть. Год подготовки, и он поступит. И по невероятному ещё... И она с ним занимается. И по невероятному совпадению, по невероятному совпадению, следующий год она набирает курс. И он попадает к ней, и вот сейчас он в этом году, в прошлом уже году учебном он закончил, и вот Лёха Плиточник так стал актёром. А где он сейчас? Он определяется, но, скорее всего, что он будет работать. Он не... Знаете, он из такой... Это тоже важно. Мне она про него так откровенно сказала тоже, что он не будет звездой. Но я говорю, что вы скажете, что зря, что он поступил? Он говорит, нет, абсолютно не зря. И я думаю, что он будет заниматься чем-то вроде социального театра. А, да что ты. И потому что он всё время ходит в детский дом, и он занимается с детьми, и ему это близко. Как педагог? Да, да, вполне возможно, что это будет вот такая история бумеранг в какой-то месте. Очень интересно. Надо же. Поэтому... Слушай, ну мы такие радужные здесь вообще истории рассказываем, а тем не менее, ведь до перерыва мы заговорили о вторичном сиротстве. Да. И эта тема по-прежнему очень остра в России. Почему? Почему же, когда вроде бы уже и общество повернулось лицом к приёмной семье, и детей в четыре раза меньше сирот в реестре, да? Они не справляются люди. Вроде опека есть, и сопровождение есть, и масса всяких, и горячих линий, бесплатных курсов, и психологов, которые волонтёрствуют. Есть несколько разных причин этого. Во-первых, я скажу, что у меня вообще боль моя, это то, что вообще есть дети-сироты, что они вообще попадают туда. Значит, что-то у нас в обществе, что-то не так, что либо люди отказываются от собственных детей, либо люди ведут себя так, что нахождение детей в их пространстве, родных детей, в общем, являют угрозу для жизни, для детей. Поэтому в этом огромная проблема, так, на минуточку. Когда мне говорят, какая у нас проблема с сиротством, ну, первая проблема, что оно просто существует. Проблема, конечно, есть, потому что то, что мы говорим, да, мы сократили количество детей в детских домах, они перешли приёмным семьям, но они перешли со всеми своими проблемами. И люди, которые, да, они проходят школу приёмных родителей, в которых, конечно, их готовят. Но, как вы понимаете, к родительству я всё время сравниваю как с собственным ребёнком. Вы представляете, с какими мы сложностями сталкиваемся, когда наш собственный ребёнок – подросток. Хочется прибить. Да. Очень часто. Называю вещи своими именами. А когда это приёмный ребёнок, да ещё, когда это всё осложняется, а приёмные дети, ну, они такие же подростки, которые со всем вот этим, но на них ещё, у них есть ещё все сложности, которые связаны с тем, что они всё-таки сироты. А когда это ещё сложная многодетная приёмная семья, когда это всё очень сложно влияет, то возникает целый сон проблем, с которыми семьи сталкиваются. Конечно, то, что называется таким профессиональным сопровождением, с этим очень туго, потому что специалистов по сопровождению очень мало настоящих, которые по-настоящему могут помочь. Очень часто сталкиваются с тем, что оно формальное сопровождение как бы есть, но специалисты, которые там работают, ну, извините, они своих детей не имеют и будут обучать. И опыта нет. И опыта нет. И он может быть замечательной девушкой-психолог, но приёмный родитель, у которого, знаете, четверо своих, и трое приёмных, которые столкнулись с проблемой, они бы счастливы получить бы такую пользу, но они понимают, что к этой девушке как бы ходить, ну, смысла нет. Поэтому мы придумали сейчас такой формат, и мы уже тоже несколько лет на базе тоже установите.ру, это наше большое второе направление, мы обучаем и поддерживаем приёмные семьи. И мы сделали такую историю, коучинг, сами приёмные семьи стали коучерами для приёмных семей. Мы взяли продвинутые приёмные родители, у которых есть высшее психологическое или педагогическое образование. Их прокачивали 100 часов серьёзных занятий, и многие из них стали коучерами для приёмных родителей. Ну, это, конечно, капля в море, но мы стараемся это делать для того, чтобы не было вот этих возвратов. Вторая история, важная история с возвратами, это так называемая кровная опека. Что это такое? Ну, стандартная история. Родители наркоманы, а ребёнки не заботятся. Всё, принято решение изымать их из семьи. Один из родителей умер от передоза. Мама без дохода, ребёнка фактически не заботится и так далее. Тут возникает бабушка с дедушкой. И говорят, нет, мы ребёнка в детский дом не отдадим. И замечательно, в общем, это благое желание родителей. Находятся такие родители. Это такие бабушка с дедушкой, такие родственники, которые забирают ребёнка жить в семью. И это всё было бы замечательно, но ребёнок становится подростком, который посылает направо-налево, и маму с папой бы послал, а бабушку с дедушкой и подавно, и просто такие... И что с ним делать? И что с ним делать? И просто реально бабушка с дедушкой не справляются. И при этом есть такой сложный момент. Вот, например, бабушке с дедушкой к родственникам, им школу приёмных родителей проходить необязательно. Потому что, ну как бы, это же родственники. Но здесь, простите, от осинки не родятся апельсинки. Если вы своих детей... Не уберегли. Не уберегли. То где гарантия, что вы убережёте внуков? А как бы их особенно и обучить-то ничему нельзя, потому что это школы приёмных родителей и нет, и они не хотят. И их приглашаешь, давайте вы пройдёте всё-таки, потому что ваш ребёнок вступает в сложный возраст. Нет, и заканчивается очень часто, это даёт очень большой процент возвратов, конечно, возврат из опеки. Вот, и это из-под родственной опеки. Это сложная история. И третья профессиональная история, очень важная. Есть мировой опыт устройства детей в семью, и это есть целая наука мэтчинг. Мэтчинг — это соединение ребёнка и будущего родителя, когда очень внимательно, досконально изучается и дело ребёнка, и дело родителей. и пытаются подобрать, чтобы не получилась ситуация, вот я люблю это говорить, не две пары в одном сапоге, как в фильме Миминов говорит, когда и родители замечательные, и ребёнок замечательный. Но они просто... Но не совпадают друг к другу, не подходят друг к другу. Конечно, они просто... Эти люди этому ребёнку не подходят. И это сталкивается с принципом, которым, я надеюсь, мы придём в ближайшее время. Не родителям ребёнка, а ребёнку родителей. Потому что до сих пор у нас в своё время очень оправданный принцип... Запрос от семьи какой-то. Пришла семья, говорит, мы хотим, грубо говоря, мальчика трёх лет. А, хорошо, хотите мальчика, вот вам, пожалуйста, такого мальчика. Ну, может, давайте не трёх, давайте четырёх лет. Ну, хорошо, давайте четырёх лет. Вот, пожалуйста, вот вам ребёночек. А, например, его психоэмоциональное состояние этого ребёнка, ребёнок гиперактивен. И ему нужны молодые, активные родители-спортсмены. Для того, чтобы они просто с ним совпадали психоэмоционально. А получается, что мы просто удовлетворили запрос приёмных родителей, который у них ещё не факт, что правильно сформировался. Ведь мы знаем это, что там, где профессионально и грамотно работают с приёмными родителями, родители, которые пришли с запросом усыновить там девочку до трёх лет, могут уйти... С мальчиком-подростком. С мальчиком-подростком. Потому что, оказывается, что у них есть ресурс именно на это. Потому что у них растёт мальчик-подросток, с которым они прекрасно умеют справляться. Это мне напомнило историю. Прости, ставлю свои пять копеек. Я когда-то снимала одну удивительную семью, очень интеллигентную. Это была еврейская семья, которая воспитывала двух мулатов. Причём они взяли сначала одного, а потом она пошла за голубоглазой... Оба раза она ходила за голубоглазой блондинкой, девочкой. И второй раз она пошла и опять взяла мулата. Ну, то есть у неё два африканских ребёнка, а они интеллигентные евреи. И она так... Она с таким... Она говорила, вы знаете, дело даже не в темпераменте. Они даже пахнут по-другому. Мы не знали, как ухаживать за их волосами. Мы сначала с мужем сходили с ума от их вот этого вот эмоционального статуса. Они настолько от нас отличаются. Это просто были какие-то совершенно инопланетные существа. Но тем не менее... Она говорит, я сначала с первым намучилась, потом мы нашли друг друга всё-таки. И пошла, и второй раз опять не смогла не взять африканского ребёнка. Вот так. Удивительно. Ну, это судьба. Я вот вообще... Знаете, когда я в это проникся, опять же, когда увидел результаты работы, я видел десятки случаев, которые... Ты божий промысел видел. Да, да. Я, знаете, я, знаете, чувство ангел пролетел. Когда ты видишь, боже мой, как это... Это вообще не может быть. Это ребёнок из там деревни, откуда-то там из-под Благовещенска, а это семья из Петербурга, которые летят туда именно за этим ребёнком из ста к тому времени, там, не знаю, десяти тысяч детей-сирот. Как это может быть, что они выбрали его? О, и так всё совпало, и так всё получилось, но... А потом ещё они и похожи. Это действительно, Армен, я хочу поблагодарить вас за то, что проект «Усыновите.ру» существует. Это мы на своём опыте нашей семьи испытали. Моя мама ездила брать девочку под опеку как раз в Кемеровскую область. И благодаря тоже как раз сайту «Усыновите.ру» узнала о том, что есть там эта девочка. А вообще звонила вплоть до Владивостока в разные органы опеки. Тоже ваш сайт, можно сказать, помог найти того самого ребёнка. Я думаю, не только моей маме, но и тысячам других приёмных родителей. Но вот я в связи с этим хотел спросить вот что. Вы сказали недавно о том, что правильный подход это когда детям подбирают приёмную семью. Но получается, сайт «Усыновите.ру» он фактически всё-таки про другое. Он для приёмных родителей фактически подбор детей. Конечно. Он отвечал изначально. Знаете, он создан 17 лет назад. Это один из старейших вообще социальных интернет-проектов. Вообще интернет-проекты не живут столько, сколько живёт наш сайт. И я вообще надеюсь, что когда-то мы обнулим количество детей-сирот, мы поставим на главной странице. Детей-сирот не осталось. Всё, лавочка закрыта, что называется. Это моя мечта, конечно. Но, конечно, мы... И сейчас всё равно эта тема, она всё равно актуальна. Представляете себе, 38 тысяч сирот, но это город. Это город. И мы всё равно... Райт-центр. Да, райт-центр. Но нам ещё работать и работать. Но мы должны... И к этому идёт. Это уже такая абсолютно понимаемая тенденция на местах. А то это должна измениться государственная политика. И сейчас это уже происходит. Создают уже такие анкеты потенциальных семей, кандидатов в приёмных родителей, которые показывают... Ну, уже, конечно, когда ребёнок постарше, то ребёнка, готовя к встрече с родителями, показывают, рассказывают, а вот такие есть родители. И у него есть возможность выбора. С кем встречаться? Юридически-то, конечно, нет, но уже у ребёнка... Ребёнку дают эту возможность такого действительно выбора. Я с осторожностью отношусь, потому что здесь же, ну что, ну дети, падки на что? На благосостоятельность. Да-да, сколько там доход. У него там такая машина. Ну и всё, иду в эту семью. Конечно, не это правильно, но, конечно, действительно, уже в некоторых регионах создаются банки данных кандидатов. Именно родители. Да, это, конечно, очень важно. Опять же, это для того, чтобы... Я надеюсь, что мы к этому тоже начнём готовить специалистов органов опеки к этому искусству мэтчинга, к искусству вот встречи, соединения родителей и будущих родителей и ребёнка. Это очень важно. И то, что сейчас, к сожалению, пока не существует. Вот это пока моя боль. Пока у нас боль в том, что мы должны органы опеки ещё очень много чему обучить. Это второе направление нашей деятельности с этим проблемой. Вопрос, который я очень хотел бы задать именно в рамках нашего сегодняшнего эфира про поводу церковных детских учреждений. Многие из них создавались в 90-е годы. Да. И, насколько я понимаю, исходит из той позиции, из того подхода, при котором вообще куда-нибудь устроить ребёнка-сироту, это уже для него благо. Насколько сейчас вообще востребованы церковные учреждения с таким подходом и что в этой сфере надо делать? Ну, во-первых, конечно, они востребованы, потому что, как правило, церковные учреждения, они компактные. И, конечно, если мы говорим о том, что это ребёнок-сирота, то и о том, что ему необходимо здесь и сейчас где-то иметь кров, и если мы не можем его устроить сразу в семью, то, конечно, если мы выбираем из учреждения большого или маленького, то, конечно, маленькое. Конечно, потому что мы понимаем, что о нём будут заботиться, ему просто будут больше уделять внимания. Но как временное такое место. Но как временное место. Вот, понимаете, очень бы мне внутренне, очень бы не хотелось, чтобы церковные учреждения становились такими маленькими монастырями на всю жизнь для маленьких детей. И прости, Господи, хотя я знаю, конечно, замечательно, я позавчера был в Марьинской обители, лишний раз убедился, увидел, с какой любовью и с какой радостью там воспитывают детей с синдромом Дауна, которое... И для меня невероятное счастье. Боже мой, ну я-то, опять же, 30 лет в этой системе помню всё. И представьте себе 15-20 лет назад, что мне кто-то сказал, что в России берут ребёнка, да унёнка приёмного, да это было бы просто... Этого не могло быть никогда. Вы бы не поверили. Я на это надеялся. Я поспорил с одной замечательной журналисткой в 2000 году. Я поспорил, что в России такое будет. И я выиграл этот спор, и она даже написала об этом статью. Потрясающе. Здорово. Слушай, а как... Надо ли вообще мотивировать людей на то, чтобы они усыновляли детей? Об этом надо рассказывать. Это нужно мотивировать и образовывать. потому что мотивация даёт... Ну, это хороший импульс. Понимаете, чтобы это не получилось, такой импульс. Вот, ну, действительно, хорошая, нормальная семья, хорошая, хотят сделать доброе дело, финансово обеспеченное. Дети выросли. Это стандартная история, да? Дети выросли, или дети уже, ну, в таком возрасте, там, 17-18, там, 19 лет. И люди чувствуют вполне в себе потенциал, ресурс. Да, вот давайте... Мотивировать деньгами или... Нет, нет. Мы сейчас говорим, я правильно понимаю, что мы про мотивацию вообще такую, психологическую мотивацию. И мы, конечно, должны мотивировать. Если чувствуешь ресурс, если ты понимаешь, и мы знаем, что у нас, опять же, 38 тысяч детей, то почему нет? А бывает, что один в семье хочет, а второй категорически против. Конечно, бывает. И тогда, конечно, не надо. Потому что ребёнок, которого ты берёшь в семью, он не должен быть предметом раздора. Это понятно. А есть ли какой-то шанс убедить того, кто не хочет, что это нужно? Есть. Ну, много раз это случалось. Во-первых, скажу, ко мне часто обращаются там и друзья, и друзья-друзей, а вот ты помоги, а вот-вот хотим усыновить. И я жуткую миссию выполняю. Я их отговариваю. По двум причинам. Во-первых, ну, профессионально я вижу, что просто... Не готовы. У них другая мотивация. Они в сложной ситуации, например, находятся, в сложной ситуации между собой, и там дети выросли, ушли, и они решают взять ребёнка, чтобы скрепить семью. Ну, тут надо говорить просто чёрным по белому. То есть вы хотите взять маленького человечка, семи лет, и на него повесить ответственность за укрепление вашей семьи, ребят, да? О, ну мы так не подумали с этого ракурса. Ну, это выглядит так. Но я часто отговариваю, и это имеет должный эффект. Часть людей, которых я прямо отговариваю, а я нахожу аргументы, почему вам это делать не надо, через какое-то время возвращаются и говорят, да, мы это вот обсудили, проработали, и всё-таки. И я вижу, когда у людей есть устойчивое желание и стремление, ну, тогда ты понимаешь, что они будут рыть землю, и они найдут под Благовещенском именно своего того ребёнка. И тогда это, ну, вот такой промысел Божий, тогда это оправдано. Но нужно людей а, мотивировать и б, образовывать. Потому что очень часто неправильный расчёт ресурса. Вот им кажется, что мы, да, мы там троих возьмём. Да нет. Очень часто это ошибка. А очень часто бывает, что, да, ребят, вам лучше вообще взять троих. Армен, мы говорили сегодня про промысел Божий, и мы с вами, можно сказать, промыслом Божиим тоже стали, так сказать, духовными братьями, потому что у нас один духовный отец был, отец Георгий Бреев. И для вас вот такое соприкосновение с вопросами веры и духовный путь в вашей жизни. Насколько он определил ваше нынешнее служение в сфере помощи детям-сиротам? Насколько это сочеталось вот эти два пути в церкви и служение сиротам? Я так скажу, когда я начал заниматься сиротской историей, я был молодым человеком верующим, потому что, ну, так получилось, что я в такой семье рос верующий, даже в советское время, в школе там скрывал, крестик перед физкультурой снимал и всё это такое. Но я перестал быть воцерковлённым подростком и молодым человеком, да, и я как-то переехал жить на другую планету, где как-то в церковь ходить было необязательно. И жил себе так и жил, и, в общем, жизнь складывалась своему мужу, я, естественно, совершенно никак не отрицал и как-то там похаживал в храмы и с отцом Георгием познакомился как раз тогда. И отец Георгий для меня был таким вот, ну, главным священником моей жизни, но совершенно не духовным отцом. То есть, ну, потому что я вообще не понимал, зачем нужен духовный отец. И, ну, в общем, как-то я занимался и занимался, чем я занимался. А потом приходит какое-то, ну, время взросления, переоценки каких-то ценностей и понимания того, что ты делаешь. И мне это совпало с рядом там событий у нас внутри семьи сложных, там, болезнь отца. И я должен был организовать, а я это все оттягивал, боялся, свою организацию, я это очень боялся. И всякие такие переживания, они в какой-то момент привели меня к осознанному выцерковлению. И здесь, конечно, произошла моя встреча с отцом Георгием как с духовником. При этом я его узнал лет десять. И к нему даже раз в год ходил на исповедь. А здесь это было уже, конечно, он меня, конечно, очень укрепил. И вот такой он создал, такой фарватер своей линии жизни, внутри которого было и очень комфортно, и уверенно, и ты всегда мог спросить какой-то совет, правильно или неправильно. Он, конечно, очень это поддерживал, благословлял это дело. И мне было, конечно, удивительно, мне в жизни повезло на встречу с какими-то удивительными людьми, с которыми я имел возможность общаться, и которые меня многому научили, конечно, отец Георгий один из главных людей в жизни, безусловно. Спасибо огромное за эту беседу, такое ощущение, что можно еще целый час разговаривать. Очень интересно, к сожалению, нам приходится закругляться. И давайте напомним слушателям те ресурсы, через которые можно поддержать проекты Армена. Это, собственно, сайт Центра развития социальных проектов и также сайт установите.ру, это проекты Армена, и мы очень благодарим за то услужение, которое вы сейчас совершаете, благодаря которому огромное количество людей обретают смыслы, надежду, веру, любовь, обретают всеми. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. Делатели на радио Вера. Редактор субтитров Корректор А.